Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, у Ралочки вышел видеоролик. Первый раз в новогоднюю ночь празднуем в необычном месте. Ну, собственно, мы с вами уже в телеге видели Уралочку на площади и видели, что она попёрлась в Екатеринбург. Больная, да, болезная, с высокой температурой. Но она же сама говорила, я болею, возможно, у меня высокая температура. Когда наряжала ёлочку, помните? Но при этом она и переплясывала, и песни пела с высокой температурой. Ну а далее, ребят, они поехали в гости в Екатеринбург к зиговальщикам встречать вместе Новый год. Ну, конечно же, для Уралочки это необычно. Всегда зиговальщики к ним приезжают, а тут они к ним попёрлись. И вот представьте, ребят, если бы Уралочка болела, допустим, да, и столько дней с высокой температурой была, какая нормальная мать пустила бы больного человека к себе домой, когда есть детки, маленькие детки? А тут, получается, двое с вирусняком непонятным. И всех могут заразить, правда же? Ну и точно так же Уралочка. Хотя я в предыдущем обзоре уже говорила, что Уралка никогда ни за кого не волнуется, не переживает. Ей пофигу на окружающих, да? Ей до лампочки. Ей до лампочки, что люди могут заболеть вокруг, от неё заразиться. Ну, главное, чтобы ей комфортно было. А до остальных у неё дела нет никакого. Но здесь, ребят, маленькие дети. Здесь понятное дело, что никакой болезни не было. И если бы она болела, я не думаю, что Ирка бы допустила, чтобы они вместе встречали Новый год. Ну, если только Ирка такая мама, ну, такое себе, вы понимаете. Ну, и, значит, Уралка, собственно, и не скрывала она опять с Новым годом, с Новым годом. Как же это знакомо мне, ребята, вы понимаете, откуда знакомо. С того самого Нового года, с той самой новогодней ночи, когда они прославились вместе с деговальщиками. В общем, Уралочка говорит, тут и девчонки, тут якобы Ирка, тут Исраил где-то паркует машину. Ну, а дальше где-то они там к ёлке уже ближе перешли дорогу. Уралочка увидела бочку. Слушайте, и у неё ассоциация бочка – это цемент. Я, ребят, насмеялась просто в голос. Бочка значит цемент. А Сарафан прям ей как наводящие вопросы задаёт. Говорит, ну, что ещё может быть в бочке? Конечно же, Уралочка знает, что может быть в бочке. Вино. Конечно же, Уралочка. Тут всё понятно, с тобой не поспоришь. Точно в бочке может быть вино. Ну, в бочке может быть ещё и мёд. Да. Короче, потом Сафар навёл камеру на Уралку. И, значит, та говорит, что... Представляете, говорит, о пьяных и не видно. Вроде вот и праздник, да, а пьяных нет. Ну да, одна Уралочка. Видно, что Уралка датая. Я не скажу, что прямо она там уж конкретно датая. И что в понимании Уралочки пьяный человек. Какой он должен быть, что Уралочка, видите ли, не заметила никого пьяных. Ну, наверное, в её понимании пьяный – это когда уже не можешь двух слов связать и не можешь на ногах стоять. Ну, наверное, в её понимании так. Потому что, ну, человек может быть выпивший, может быть просто весёлый. Может и язык у него заплетаться, но при этом незаметно по походке. Люди по-разному выглядят, когда они выпившие. Но Уралка, видимо, думала, что пьяные – это значит как она, что ли, когда не можешь идти, не можешь говорить, а только лежишь. Ну, Уралка, собственно, было заметно, что она так хорошенько вдаренная. Ну, ребят, Новый год. Просто вот вырубает, да, когда Уралка всегда говорит, что «Ой, не пьём чай, 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 чай». Да, у неё чай с добавлением, наверное, сорокоградусной, ну, или ромчика, или ещё там чё покрепче. Хотя, наверное, крепче рома нет, но, может быть, и есть. Я не спец в спиртных напитках. Ну, то, что пьяных и нет – одна Уралочка. Короче, ребят, стоит, значит, и удивлена, что все кругом трезвые. Уралочку окружают трезвые люди. Дальше Уралка остановилась около, значит, фонтана. Фонтан она назвала, и там очень много детей. Маленьких детей, которые Уралке, собственно, не знакомы, но она стояла и зачем-то их снимала. Дети, получается, катались как на льду. Может быть, это и был раньше фонтан, но Уралка сказала «Купаются». Ребятня тут в каком-то фонтане «Купаются». Ребят, это что было? Уралка, ты чё? Ты не видела, что ли, что дети катаются, но никак не купаются? Я даже переслушала, думаю, неужели я не услышала? Нет, она сказала «Купаются». Ну всё, ребят, трындец называется «Приехали». Все вокруг трезвые, а у Уралки зимой в мороз дети в фонтане купаются. И лавочки, говорит, хрустальные, но на такую лавочку сядешь и отморозишь кое-чё. Уралка, тебе точно это не грозит. Чтобы мороз добрался до кое-чего, это надо очень долго сидеть. Ну и дальше Уралка шла, лишь бы что снимала. Вы, говорит, девчонки и мальчишки, меня извиняйте. Как уж снимается, так и снимаю. Чё попало? Снимает каких-то мужиков. Снимает? Не пойми, что, для чего это было снимать. Ей уж очень хотелось добраться до ёлочки. А это надо было очень много обходить. Идёт, еле дышит. Ужас, ребят. Едва-едва она дошла до какой-то там ледяной фигуры с сосульками, как Уралка сказала. Вот это мне понравилось. Ну, потому что до неё только удалось добраться. Потому что хоть что-то да поснимать надо. А идти тяжело. Сафар, говорит, тебе нравится? Ммм, промычал Сафар. Ему вообще-то, я думаю, до лампочки. Ему до лампочки. Что там за скульптуры? Что там вообще происходит? Главное, контент. Вы представляете, ребят? Уралка сказала, когда они были как раз-таки на этой площади у ёлки, что до Нового года остался час. Это, получается, они не за столом праздновали, встречали Новый год, а припёрлись на площадь. Я, ребят, в шоке. Это та баба, которая недавно кричала, что у неё температура, и она плохо себя чувствует, припёрлась на площадь, не дождавшись Нового года. Я теперь понимаю, почему необычное место и необычный Новый год у них. Ну и Уралка отчиталась, что они сытёхоньки. Ирина так много наготовила. И мы, говорит, привезли. И гуся попробовали. А нам почему-то гуся никто и не показал. А дальше в кадр попал Исраил, главный зиговальщик позапрошлого Нового года. Уралка забеспокоилась, что они потеряли Ирку и Исраилку. Ну и дальше уже шагали там, снимали все эти ледяные скульптуры. То Белочку Уралка рассматривала, то какого-то больно худого Деда Мороза. Ну, в Уралкином понимании все Деды Морозы должны быть именно такие, как она. Ну, а Белочка – это что-то отдельно особо интересное. Хорошо хоть не словила Белочку. Сафар, говорит, прицепил на Белочку монетку. Наверное, чтобы почаще к Уралке в гости заходила, слушайте. Но сказала, что на удачу. Дальше Уралка засняла каких-то непонятных людей, непонятную пару. Я понимаю, может быть, они таджики, может быть, они узбеки. Да кто его знает? Поздравляли людей с Новым годом, а Уралка кричала, завтра увидите себя на Ютубе, на канале Ольга Уралочка. Я понимаю, что эти двое, которые поздравляли людей на Уралкину камеру, понятия не имеют, что Уралка – великая блохерица. Ну, а дальше уже Уралка тусовалась у сцены, пела песни, слушайте, болезная и веселёхонькая. Ни о какой болезни там и близко речи быть не может, ребят. Уралке было весело. Уралка была подогретая, хорошо подогретая, да. И там чаёк не нужен был, чтобы подогреться, потому что градусы поди прогрели капитальненько Уралочку. Ой, ребят, пела песни, такая счастливая была, румяная. Оторвалась, короче, по полной. Зажигала только так. И холод нипочём, и температура нипочём. Ну, а потом ещё и приплясывала. Ну, а Сарафан рядом стоял, когда Уралка навела камеру. Значит, делал видимость, что он якобы её приобнимает, да. На самом деле ржал с Уралки, как всегда он ржёт, когда она датая. Ну, а дальше уже решил Сарафан поснимать, как Уралка горлопанит, как она пританцовывает. Да не то, что пританцовывает. Она там уже просто бросилась в пляс. Но Сарафану удалось снимать её только близко, потому что людей было много, и отойти подальше возможностей, видимо, не было. Пришлось снимать Уралку, ну вот, совсем-совсем близко. Это, конечно же, трэш-кадры. Вы знаете, казалось бы, да, Новый год выпивают, ну, практически все. Все веселятся, все празднуют, встречают Новый год. Но Уралка у нас с высокой температурой, больнюхонькая вся. Да, и причём Уралочка же у нас едва передвигается. И она инвалид второй группы. Не знаю сейчас, как там у неё подтвердили, не подтвердили. Причём она совсем-совсем не пьющая. Нет, совсем-совсем. Вы что, нет, чай они пили. Но, ребят, видим-то мы обратное. Видим мы совсем другую картинку. Что больная Уралочка, у которой температура очень высокая, припёрлась в мороз, в Екатеринбург, на площадь, встречать Новый год на улице, на морозе, горлопанит песни. Да, горлопанит. При этом танцует. Вот вам и вся лживая Уралка. Ну и дальше, ребят, бой курантов. Уралка опять же визжала. Раз, два, три, четыре. Ну, вы понимаете, она любительница покричать. Это та болезная. Я всё время повторяю и напоминаю об этом. Я думаю, больше хомякам, которые забегают ко мне на канал. Болезная, которая заболела, которой всё болеть ничего не помогает, температура высокая. Но при этом она визжит, пляшет и стоит на морозе, встречает Новый год на улице. Ну и дальше двенадцать. Конечно же, все кричали с Новым годом. Уралка визжала, как потерпевшая. Ура! И настолько громко, что, по-моему, она там оглушила всех. Но главное, ребят, что это было уже не так, как в позапрошлом году. Ну, а дальше Уралка, слушайте, полезла целоваться к Сарафану. С Новым годом поздравила его и чмокнула непонятно куда. Там в щёку, в ухо, а может и в губы. Кто его знает? Понравилось ей, слушайте. Очень ей, по ходу, понравился. Сарафана поцелуй, и она теперь уже сама бросается целовать его. Дальше Уралка сказала, что думала, что будет салют, но салюта не было. И говорит, кто гирлянды жжёт, кто хлопушки. Интересно, каким образом и где она увидела, чтобы жгли гирлянды. Ой, ребят, и я не могу. Всё у неё в голове перемешалось. Прямо какое-то помутнение у Уралочки. Ну, понятно же, пьяных нет. Пьяных кругом нет. Одна Уралочка. Это, видимо, от опьянения она увидела, что жгут гирлянды. Ну, и дальше Уралка вручила камеру с Сарафану и начала поздравлять своих зрителей. Ну, и закончили они свой коротенький влог на 21 минуту. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.